Это движущийся транспорт. А, так вот, в чём проблема в движущемся транспорте? Смотрите, в чём? Да в том, что когда вы руку близко, хрусталик толстый стал, мышцы сократились, а потом вы руку отвели, у нас же дороги в России плохие, то есть вот так вот едете. Когда вы руку отвели, хрусталик опять худой стал. И получается, его мышцы постоянно в напряжении. То они, когда он толстый вот такой, мышцы напряглись. Это когда вы близко книжку держали. А когда вы книжку отвели дальше, мышцы, наоборот, расслабились. И вот эти мышцы пока напрягаются, пока они расслабляются по 120 раз вот так вот, они потом устают, они начинают деформироваться. И в конечном итоге, либо они, если вы чаще вот так вот держите близко предмет, то они будут сократиться, и хрусталик такой же будет спазмированный, как и мышцы. Вот так все зависнет, и все, и вам придется очки покупать с линзами. Потому что хрусталик уже зависнет в одном состоянии. Он предпочтет вот это вот, он мышцы просто сбой дадут ресничные, и он тоже ослабит свою работу. И вот так вот и будет всегда в одном. Таким толстым останется, и не будет уже меняться, хоть вы дальше, предмет хоть без него, просто зависнет, и все. Это уж как бы болезнь, да, когда он такой вот толстым остается постоянно. Это все из-за мышц, которые нарушили свою работу. Либо наоборот, хрусталик, если вы наоборот пытались вдаль смотреть, постоянно напрягать свое зрение, то есть присматриваться на далекие предметы, а чтобы далекое увидеть, хрусталик должен, его мышцы должны будут стать такими очень-очень длинными, ресничные они будут расслабленными, и хрусталик станет длинным. Ну тогда все, и хрусталик вот таким останется, зависнет длинным и будет висеть. В основном так у бабушек происходит, у пожилых людей. Они пытаются во все всматриваться вдаль, нередко, и хрусталик зависает. Вот в таком состоянии, в одном. То есть вот чтение в движущемся транспорте, а потом еще в ЕГЭК такой вопрос был. По-моему, как раз спросили, я сейчас вам попозже процитирую точную форму, в конце уже. Пока сейчас только главное говорю. Каковы основы гигиены зрения? То есть вы первое напишите, нельзя читать, какие правила надо соблюдать. По движущимся транспорте нельзя читать, нельзя читать лежа. Потому что когда вы лежа читаете, вы тоже в основном, если вы лежите, вы можете либо близко слишком придвинуть, либо слишком далеко. Если близко, у вас все, хрусталик весь напряженный будет, он будет таким округлым, и мышцы напрягутся. Если вы так долго будете держать книгу, лежа читая. А когда вы читаете вот так вот, все-таки вы должны написать, что гигиена зрения состоит в том, что читать лежа нельзя, в движущемся транспорте нельзя, а надо держать книгу на расстоянии, примерно вот рука до ваше предплечье, от глаз до стола, вот на таком расстоянии, какова длина вашего предплечья, примерно 25 сантиметров или 30. И вот такое среднее расстояние. Вот так вы должны читать на этом расстоянии. А может, например, чтение в темноте ухудшать зрение? Чтение в темноте. Сейчас я подумаю. Ну, мне кажется, что при чтении в темноте тоже это может быть опасно. Почему? Когда темнота, вы можете, скорее всего, начать очень сильно… Там будет проблема с… Там будет не избыток лучей, там как раз вот чтение в темноте, постоянный недостаток света, световых лучей. Это у нас вот этот второй вариант. Это может привести к дальнозоркости. Вот смотрите, если темнота я не вижу, и я начинаю присматриваться, у меня хрусталик будет в этом случае, он будет становиться длинным. Почему? Потому что ему надо максимально словить вот эти все лучи и никак не задерживать. Надо максимально, ну, почти как бы как стекло он станет, хрусталик. Ему надо снизить кривизну свою, чтобы вот этот минимум лучей, которые тут есть, передать до сетчатки. Они и так могут не дойти. Они не тут идут, идут, вот тут лучи заканчиваются, да, например, в темноте, если… Или где-нибудь вот здесь близко. Поэтому хрусталику нужно максимально длинным стать, прямо раскрыться, можно так сказать, для того, чтобы эти лучи в него попали. И ни в коем случае их не искривлять, пусть бы хоть бы они дошли туда, куда надо. Потому что толстые хрусталики, они наоборот их искривляют и задерживают где-нибудь там в середине глаза, да, вот как здесь, видите, толстый задержал в середине. Поэтому тут, скорее всего, темнота, если это будет именно дальнозоркость, развиваться, к сожалению, тоже приобретённое, если в темноте пытаться видеть. Мышцы будут пытаться расслабиться ресничные, и хрусталик тоже обвисать будет. Такая будет история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова